Сейчас мы покажем, как мы стрижем ногти, когти собачинские. А стрижем мы когти так же, как и мы проводим любые другие манипуляции с собакой, вплоть до неприятных. Начнем. Давайчик, давайчик, давайчик. Рекомендую просто не, особенно у кого цветные ногти, но это же всех животных касается, не, вот уже подстрижено, у кого не видно прозрачности, нет сосудиков, не состригать слишком много, сильно не захватывать, и тогда уже точно сосудик не поранит. Почему у многих животных, собачек, например, такая реакция на подстрижку ногтей, на стрижку? Во-первых, можно пользоваться напильником, если уж совсем хочешь щадящий, чтобы собачки не пугались. у них закрепляется испуг, вот этот рефлекс, что вот, когти это больно, где-то как-то неосторожно состригли в свое время, и вот они запоминают, и бояшку делают, бояшку, да? А это нет, это каждую процедуру радуется, все и игрушки, все и развлекушки. Да, собака? Всяко-разно, ну и так же на задних, очень быстро мы это делаем. Так, одну подстригли, вторую подровняли, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Какие-то достаточно просто подровнять, какие-то подпилить можно, вовремя если не запускать, то и, как говорится, еще они об асфальт сталчивают в городах особенно, неплохо. Да и в деревнях тоже там бегают по дорогам. Ну, да, вот беда в том, что плохо стачивают из-за того, что вот покрытие меняется. Многие собаки, особенно в настоящий момент, в настоящей действительности нашей, они лишены стачивать когти естественным путем. То есть мало двигаются, вот это все, ну и от питания тоже зависит, иной раз очень быстро отрастают, успеваешь прям, от возраста зависит. Ну, при хорошем у вас раскладе никаких проблем не должно быть, то есть она с удовольствием воспринимает эту процедуру, потому что она еще знает, что в конце ее ждет награда, какая-нибудь вкусняшка. У нас это Титбит. Так, мы тут подровняли, тут посмотрели все. Чик-чик, чик-пук. Вот, то есть она абсолютно адекватно относится. Никаких там ничего. И задней, задней, задней ушки давай. Вот так вот она прям. Чешите мне пузень, сказала она. Чешите мне пузень. А мы почешем, мы почешем. И почешем, 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 почешем. Эть, собачная девочка. Вот, видно вам? Прекрасно она все отрезает. Дает отрезать. Вальяжно лежит абсолютно. Расслаблено. Как будто на отдыхе прям. Чуть-чуть, да? Че там у тебя? Нет, вот это. Просто, видимо, хрустнула. И последнюю лапочку. Повторюсь еще раз. Можно особо чувствительным животным, кто очень прям уж нервно так, можно просто подпиливать. Подпиливать напильничком или специально сейчас много аксессуаров. Собачьих именно. Вот, так что никаких проблем. И чем лучше, чем чаще приучаешь вот так вот ко всем процедурам, к расчесыванию, к подпиливанию, к подстриганию, тем они больше адаптируются и лучше. Для социализации, для всего, для взаимодействия в будущее. Все с моду надо, все с щеночкой приучать. Ну, если уже собака вам взрослая попалась, конечно, уже, во взрослом состоянии, возрасте, то все равно надо приучать потихоньку. Ничего страшного в этом нет. Не хочет. Ну вот, положила сама спец. Всем спасибо! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok